Приветствую! Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале опубликовал информацию о том, как продвигается работа комитета над законопроектом 10449. И он рассказал о том, для кого уже утверждены отсрочки. При этом самого текста законопроекта еще нет, но по вот этим моментам комитет пришел к согласию определенному уже. И есть надежда, что именно в таком варианте отсрочки появятся в конечном тексте закона и именно за них будут голосовать. Итак, мы сейчас посмотрим эти варианты отсрочек, потому что там есть как хорошие новости, так есть и плохие новости. И есть моменты, в которых нужно разобраться, потому что вчера в телеграм-канале уже в моем я видел, что много есть вопросов по озвученному Алексеем Гончаренко. Итак, смотрим. Вот этот пост и здесь нам сообщают о том, что уже половину правок было обработано и вот к чему пришли в контексте отсрочки от мобилизации. И смотрим, вот первая важная новость, что для аспирантов будет сохранена отсрочка независимо от того, на бюджетной форме, а не обучение, либо на контрактной. При этом здесь не указано по поводу того, должна быть это первая аспирантура, либо может быть вторая, третья и так далее. Но мне думается, что скорее всего будет сохранена идея, что это должна быть первая аспирантура, но не утверждаю. Идем дальше. Для кого еще здесь хорошие новости? Хорошие новости вот здесь есть. Для тех людей, у которых муж, либо жена имеют инвалидность первой, либо второй группы. То есть, исходя из того, что пишет Алексей Гончаренко, для этих людей отсрочка будет безусловная. То есть, если у жены вашей инвалидность первой, либо второй группы, все отсрочка, уже железобетон автоматически. И обратите внимание, он здесь не пишет о том, будет ли проверка наличия других родственников. И есть надежда, соответственно, что этого не будет. Дальше. Для тех, у кого жена имеет третью группу инвалидности. Вот здесь уже ситуация несколько похуже. Вот этот пункт. И здесь, смотрите, сейчас у нас как? Третья группа для всех, по сути, да? По большому счету. Здесь будут дополнительные условия. Какие это условия? Если группа инвалидности установлена вследствие отсутствия конечности, отсутствия одного из парных органов, либо онкологии, психиатрических заболеваний, либо в случае, если у такого человека есть несовершеннолетние дети. Здесь, конечно, у меня подписчики в телеграм-канале уже писали, а что, если у жены третья группа инвалидности в связи с тем, что она слепа на один глаз. То есть формально у нее орган этот есть, да? Вот здесь же они пишут отсутствие одного из парных органов. А здесь орган этот есть, но он не функционирует. Полностью зрение утрачено. Ответа на этот вопрос, а, наверное, есть. Наверное, есть. Потому что, исходя из того, что написано, если это толковать буквально, то если орган есть, значит он есть. Все. И это значит, что отсрочки просто нет. При этом обратите внимание, что помимо заболеваний, на основании которых установлена инвалидность, здесь еще есть и вот это условие. Або на явности в такой особе неповнолитние дитыны детей. То есть, если у вас есть дети и жена с инвалидностью третьей группы, то независимо от того, какая причина третьей группы, то отсрочка есть. То есть, это два самостоятельных условия. С одной стороны, если детей нет, то должна быть причина инвалидности на том основании, которое указано в этом пункте. Отсутствие парных органов, онкология, нет конечностей, психиатрия. А если же, и в этом случае по-любому отсрочка есть, но если, допустим, там по сердечно-сосудистым заболеваниям установлена инвалидность, и при этом есть ребенок несовершеннолетний, то отсрочка будет. Конечно, здесь вопрос будет, знаете, в чем? У кого должен быть ребенок? А если это, если ребенок жены, а не ваш? Либо если это только ваш ребенок, но это не ребенок жены, да? То есть, это ребенок от другого брака. Вот здесь будут сложности на практике однозначно. И пока здесь этот вопрос не решен. Идем дальше. Пункт, который, наверное, наибольшего вопроса вызвал, вот этот. Здесь предусмотрена отсрочка для тех людей, у которого его родители, либо родители жены имеют первую и либо вторую группу И тут у многих мозг взорвался, и, честно говоря, я сразу сам не понял вообще, что же за мысль туда заложена. А мысль туда заложена следующая. Ситуация. Есть там отец, у которого инвалидность второй группы. Есть два брата и сестра. Сестра не военно обязанная. Соответственно, это что значит? Что оба брата отсрочку получить не могут. Потому что есть сестра. Причем, знаете, что самое интересное? Что здесь не указано, какого возраста может быть сестра. То есть, теоретически, из того, что написано, даже если сестра, например, является пенсионером, и по действующему законодательству мы бы сказали, что это непроцедатно особо, и, соответственно, она уже не учитывается, то по новой формуле, вот она просто на висково зубов вязана особо. И, соответственно, что? Соответственно, мы ее учитываем. Даже если эта сестра сама уже пенсионер. Но, естественно, если эта сестра является инвалидом, либо сама требует ухода, тогда отсрочка будет у кого-то из братьев. То есть, вы поняли, к чему они привели? Если сейчас у нас непроцедатний, и, например, вот рассмотрим другую ситуацию на сегодняшний день. Один ребенок в семье. Один ребенок в семье, родители пенсионеры, и у одного из них инвалидность. Имеет ли этот сын отсрочку? Да, на сегодняшний день он имеет отсрочку. Но по вот этой формуле нам скажут, что хорошо, у тебя папа с инвалидностью второй группы, но у тебя же есть мама. Мама новейского зубов вязана? Мне понятно, мама новейского зубов вязана ей 70 лет. Ну, скажут и все. То есть, я вижу, что будет вот такое. И мне кажется, что такая формулировка без детализации приведет к тому, что будут злоупотребления на местах. И, в принципе, сам подход, но он такой, достаточно сомнительный. Идем дальше и смотрим последний пункт, который есть. Что здесь указано? Здесь о членах семьи второй степени родства. Это у нас бабушки, дедушки, братья, сестры. И здесь у нас указано следующее. Что отсрочка будет у тех, кто осуществляет уход за бабушкой, дедушкой, братом, сестрой, при том, что у них есть первая либо вторая группа инвалидности, и при том, что у них нет родственников первой степени родства. И вот здесь тоже вопрос возникает, а что значит нет родственников первой степени родства. А если, например, у них есть сын или дочь, но этой дочери уже там 60-65 лет, и она пенсионер. И я думаю, что это придет к тому, что в каждом случае нам нужно будет доказывать, что вот тот родственник первой степени родства, он не может осуществлять уход по состоянию здоровья. Вот у меня есть ощущение, что мы придем именно к этому. Конечно, это все не добавляет оптимизма, потому что не решает тех проблем, которые возникнут обязательно на практике. А какие это проблемы? А проблемы следующего характера. А что, если эти родственники не общаются между собой? Да? Ну, всякое же в семьях бывает. А что, если, например, есть родственники первой линии, но эта молодая женщина, у которой есть дети, она забрала детей и уехала из страны, и сюда она, естественно, не вернется, вывезти родителей туда тоже не представляется возможным. Так что, они останутся без ухода? Потому что формально родственник же есть, но этот родственник не находится на территории Украины. И мне кажется, что вот эти моменты нужно все-таки в законе оговорить, отдельно прописать для того, чтобы на местах не было правонарушений, для того, чтобы не было таких ситуаций, когда человек приходит по повестке в ТЦК и ЕСП, подает документы об отсрочке, а ему говорят, а мы не дадим тебе отсрочку, родственники же есть. А то, что эти родственники там 10 лет живут за границей, не общаются, ну это не страшно. Но это же на самом деле принципиальный момент. И, конечно, я понимаю, что кто-то из вас уже задает в комментариях вопрос, мол, а что делать в том случае, если родители, либо бабушка, дедушка не имеют инвалидности, но нуждаются в уходе? Для них будет отсрочка? А вот хороший вопрос. Ведь здесь информации об этом нет. Вот просто умолчали, ничего не сказали. И вопрос открытый. С одной стороны, в первоначальной редакции закона 10.449 отсрочка по уходу за родителями, которые не имели инвалидности, сохранялась, а по бабушке и дедушке там уже такого не было. И в каком виде будет сейчас, просто остается загадкой. Что из хорошего здесь можно сказать? Из хорошего следующее. То, что мы сейчас с вами анализировали, это даже не текст законопроекта, это тот текст, который нам передал Алексей Гончаренко. Да, вот как он увидел то, что написано в законопроекте. И мы с вами не знаем, как это будет написано в окончательной редакции и за какую конкретно редакцию депутаты отдадут свои голоса. Соответственно, все еще может измениться и ориентироваться на ту информацию, которая вот есть сейчас в сети. Ну, наверное, можно, но знаете как это, это же не закон еще. То есть это не значит, что именно так и будет. Учитывайте это, пожалуйста. На этом у меня все. Если вы считаете, что данное видео было полезным, ставим ему лайк, подписываемся на мой YouTube канал и заходим в мой Telegram канал. Ну, а я традиционно вам пожелаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока. Продолжение следует...